Продолжение следует... 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 У нас на начальном этапе, судя по закону Краснодарского Акады, там аппарат общественной палаты принимает. У них там есть аппарат, у нас сегодня этого нет. Поэтому мы и говорим, и в курсе мы обратились с предложением, то, о чем мы говорили. Вот совместный организационный комитет, который бы принимал эти заявки, смотрел на них, рассматривал, понимал допустимые и недопустимые, все его условия соблюдены, и проверял вот тот законченный список, который мы будем считать закрытым по мере того, как истекли сроки для предъявления заявок. Со стороны администрации определили? Мы понимаем, мы со стороны администрации определили трех человек, кто будет заниматься этим делом. Предлагаем городскому совету определить тоже несколько человек, которые могли бы. Это не говорит о том, что они будут постоянно находиться. Нет, наши специалисты примут эти заявки, зарегистрируют их, собственно говоря, и доложат на заседание рабочей группы. Какие заявки? Да, Андрей, еще один момент. Пункт 2.14, там говорит 60 дней срок, когда досрочно члены общественной палаты обращают свои полномочия. Ну, представители госсоветов, администрации, не важно ли общественной палаты, да, общественности. А почему 60, а не 30? Потому что 60 дней – это длительный срок. Досрочно служат полномочия 10 человек, в палате не работает 2 месяца. Давайте 60, а 30 изменим. Почему не 90? Почему именно 60? Мне кажется, это срок длительный. Процедура выдвижения, это месяц, должен висеть информация в интернете, в СМИ, по исчению этого процедура уже, выдвижение, вот это вот, ну, 30 – это мало, еще месяц, поэтому 60 дней определили. Тот же общий порядок для формирования нашей общественной палаты. Дайте информацию. Да, совершенно верно. Собственно, процедурные вопросы соблюсти. 30 – это для тех, кто должен принять участие, это срок незначительный. Ну и последнее. Про разработки проекта этого положения, которое представлено в рассмотрении, ну и какими документами вытожили? Что за основу правила? Опыт каких-то там, рекомендации краевой, общественной палаты, которая привезла? Рекомендации методические общественные палаты Красноярского края и Гражданские ассамблеи Красноярского края, затем опыт, значит, городского совета Красноярска, у них они уже привели это в соответствии еще в прошлом году, эти изменения, которые связаны с законом Красноярского края, о новом порядке формирования общественной палаты. Посмотрели Ачинск, Ужур, Боготол, Железногорск, Железногорск в эту практику, каким образом, по количественному составу, потому что вот у нас 15 человек, почему именно вот этот состав определили? У тех, значит, Красноярска 21, Краевая общественная палата тоже 21 состав, значит, Сосновоборск 21, у коллег тоже, ну вот и решили, что оптимальный срок количественный, ну, 15 человек, потому что 5-5, а в старом у нас положении было состав 23 человека. Я бы хотела в пункте, ну, во-первых, соглашусь по пункту 2.4, что действительно решением городского совета необходимо будет утверждать кандидатов. По пункту 2.7 предлагаю конкретизировать, кто размещает на официальном сайте... Администрация города, здесь прописано... Нет, не вижу... На официальном сайте администрации города... На сайте администрации города... Администрация города Назарова, на официальном сайте администрации города Назарова... Размещается... На официальном сайте городского совета... Размещается, это не то, это про 10 человек говорится, а тут размещается информация... Я как мнение свое бы сказала дальше. Извините, у нас же размещается, когда глава города будет определять кандидатуру. Я поняла. Городской совет будет. Также размещается. А вот в этом пункте я, к сожалению, не думаю. 2-7. 2-7. Считаю. Не позднее 10 дней, со дня утверждения всех 10 членов общественной палаты, по 5 членов общественной палаты, утвержденных главой города и городским советом, администрация города Назарова, далее администрация города на официальном сайте, размещается информация. Хорошо. 2-8 пункта. В общественную палату заявления предоставляются, и вот мы имеем в виду, что она же не создана еще. Общий отдел администрации города будет оставлять прием всех заявок. Рабочая группа. Рабочая группа есть. Куклина, Заботская, Никулина в этой рабочей группе со стороны администрации, со стороны курсовета вы определите тоже. Потому что правда рабочая группа. Ну, как-то конкретизировать или что-то уточнить, или в переходный период вписать. Ну, куда-то. Потому что в общественную палату. Далее по пункту 2.10. 2.10 пункт регламентом общественной палаты проводят конкурс по отбору и так далее. Пошло по пункту. Но у нас регламент еще будет не утвержден на тот момент, когда уже начнется конкурс. Мы здесь ссылаемся на регламент. Далее 10 человек, утвержденные, вернее сказать, городским советом и главой города, будут осуществлять вот этот отбор, выбор, конкурс, как мы его называем, других пяти кандидатов. Ну, вот в пункте 2.11 прописано, что общественная палата является правомощной, если у нее состав пошло более 2 трети. У нас будет 10 человек, но это не 2 трети. Это другое. Значит, это уже полномочия работы общественной палаты, что избранных должно быть и более 2 третей. Тогда она будет правомощная уже проводить собрания, заседания, принимать соответствующие решения. Это на стадии формирования общественной палаты. Это из закона края взята нормы. Там аналогичным способом формируются представители общественных организаций, тоже представители от губернатора и законодательного собрания. Таким же способом они формируют представители от общественных организаций. Задам вопрос немного по-другому. Во время проведения конкурса возникнет голосование по кандидатурам. 10 человек как будут голосовать, если мнения разделятся? По-другому. Сами должны будут определиться. Почему? Потому что в законе это не прописано. Я думаю, это будет прописано в порядке, проведение конкурса. Вот эти все вопросы, которые вы сейчас задаете, в принципе, они должны быть там прописаны. И при голосовании, где равное число голосов, председатель, как правило, прописанного будет иметь преимущественное право при принятии данного решения. У нас потом возникнут разногласия и споры, хотелось бы их избежать на этапе утверждения положения.